Привет, ребята! Сегодня мы разучиваем опасных элементов. Выглядит он правильно. Элемент этот из колумбийского спорта джимбар. И это, так сказать, просто попадание с маха в невилаву на шесте. Что такое невилава и как ее сделать? Вообще-то невилава это вот положение, когда ваше тело параллельно земле. Вы держитесь вот так. На шесте это можно сделать из положения лица на здоровье. Завтра, трогаем и клонимся в бок. Сначала тренируем вот эту штуку. Затем, чтобы попасть в нее в шмаха, вам нужно одновременно тренировать две вещи. Во-первых, запрыгивать шмаха в это положение вниз головой. И во-вторых, тренировать на турнике YOYO 360. Теперь по порядку. Сначала трава попадания в положение вниз головой. Можете постелить чуть мягкое. Пригласите человека, который будет вас страховать, чтобы вы не упали, не ударились вниз головой. Потому что падение вниз головой – это кошмар любого человека, который начинает включить ее эндиоза. Все этого боятся. Поэтому все мероприятия осторожности нужно применять. Ставим руку примерно на уровень подбородка. Затем нужен очень сильный выбор вверх. И когда ваше тело уже будет вниз головой, нужно выпрямиться и прогнуться от поясницы. Выглядит примерно так. Главная проблема здесь – пойматься второй рукой. Но если вы сделаете достаточное количество помидор, у вас будет получаться все на автомате. Далее послухайте к включению EO 360. Идете на улицу. Потом вы идете на улицу к ближайшему турнику и пробуете такую штуку, которая называется EO 360. Сейчас я ее покажу, как делать. То есть вам нужно до автоматизма наработать попадание в негаладу. Вот так. Либо на турнике, либо на кольце. На кольце более сложно. Высота примерно такая должна быть. Пробуйте на низком турнике. Когда вы до умного вручения выучили EO 360, пробуйте тоже самое делать на пилоте. Здесь есть одна особенность. Если вы делаете EO 360 на турнике, вы просто сильно выгибаетесь, кладете поясницу на руку, все остается в таком положении. Здесь толщина, скажем так, пилома плюс толщина руки. Получается расстояние еще больше. То есть вам нужно прыгнуться еще сильнее, вообще максимально вернуться. Тогда вы ляжете. Можете сразу же перехватываться второй рукой. Просто пилом довольно скользкий. Если вы останетесь здесь на одну, вы просто срезвычную турнику упадете. В принципе, это можно сделать, например, на стойке турника. Или на, скажем так, не болированной, не хромированной трубе. На пилома лучше сразу не хватаетесь. Пару слов по поводу марок ногами. Выпрыг марок должен быть достаточно сильным. То есть он должен быть уже достаточно сильным для того, чтобы вы попали в положение вниз головой. А когда вы делаете EO, то есть он должен быть таким, что должен продолжаться дальше. И ваш зад должен как бы перевалиться через вертикаль шеста и оказаться на этой стороне. При этом не нужно делать вот так, как при обычном повороте. Вы должны точно узнать момент, когда уже нужно выгибаться или выгибать винтелом стола. То есть нужно синхронизировать именно толчок и выгибание. В этом вся фишка элемента. Прыгайте сильнее. Сильнее выгибайте ногами. Не бойтесь. В принципе ничего страшного не произойдет, если вы переводите. Ну вымите весь день. По каменoon повороте все. Подписывайтесь на наш канал сейчас.